Есть много общего во французской культуре и нашей. 100% хотя бы один из вас посмотрел какой-то французский фильм, и он вам понравился. Например, я в детстве своем очень много смотрел фильмов с Луи де Финель, с Жарады Падзио, Пьер Эльшар, и также сериал, вы, наверное, тоже его знаете, Элене Гарсон. Какие наши фильмы любят французы, не могу сказать, но литературу обожают. В кино все ясно, но есть еще огромный пласт, который нам всем нравится, это французская песня. Когда я впервые приехал в Париж и оказался на Champs-Élysées, то первая песня в моей голове, конечно же, это было «О, Champs-Élysées!». Французский я учил по песне «La Fabienne, je t'aime». Их много, и, скорее всего, вы знаете песни «Edith Piaf», «Patrice Acas», «Claude François», «George Brassens», ну и, конечно же, современные, как, например, «Alize» или «Zaz» или «Jeroux». Недавно я познакомился с московскими ребятами, которые занимаются французской песней профессионально. Давайте посмотрим, ссылка на их канал будет в описании. Французская песня в России – это сразу несколько проектов, автором идеи и руководителем которых является кавалер французского ордена академической пальмовой ветви Александр Аванесов. Еще один проект «Звездный Кафе Шантом». «Звездный Кафе Шантом» Проект рассчитан на самую широкую публику, в том числе не знающую французского языка. На каждом концерте «Звездного Кафе Шантана» около половины песен исполняется на языке оригинала и в русском поэтическом переводе. Не бросай меня, не бросай меня, не бросай меня, не бросай меня. Говорила мне она, я твой юн сама. Кто охотится на птиц решит, даже если это будешь ты, лишь жестокостью сквозила в те слова. Говорила мне, если это так, что мы там в сиркло, тоже нравится в нас, в сиркло. Наши проекты открыты для всех желающих, для учащихся школ и студентов, а также для взрослых. Приходите на прослушивание, записывайтесь в наш хор французской песни, участвуйте в концертах звездного кафе Шантана, смотрите и слушайте наши веб-книжки.